добрый день дорогие друзья шаула толф поздравляю всех с праздником суккот у нас сегодня новая недельная глава называется она браха и всевышний говорит что маша человек всесильного так он нам и говорит дворим и говорит раньше так не говорил почему так мы допустим мы знаем когда всевышний говорит что шлома за заслуги отца его праведного давида получает то-то и то-то нахи написано хотя не заслужил но получил заслуги отца и мы понимаем что всевышний называет давидом праведником но уже после смерти здесь маша живой всевышний он называет человек всесильного и это очень удивительно но интересно наши мудрецы говорят что человеком называют человека называют праведником только тогда когда получил он решение небесного суда уже когда анализ жизни идет а так при жизни написано что человек если совершает грех он становится абсолютным грешником но все впоследствии совершил покаяние он становится совершенным праведником то есть поэтому при жизни называть праведником получается человека еще нельзя пока не будет итога когда небесный суд выделить решение а здесь маша живой и всевышний его уже называют человек всесильного вот такое удивительное место так мы можем понять это я предполагаю что можно так смотреть на этот комментарий есть мнение что он просто владел своим телом перед тем как уйти из этого мира полностью овладел своим телом после этого написано бог от синая пришел и как показался им сияние атира показался от горы паран наши мудрецы говорят что это значит говорят что сир нам же известно гора сир а кто на ней живет раньше жили хореи народ великий многочисленный написано потом сына и сава прогнали их и поселить вместо них всевышний обратился к сынам и сава и сказал примите вы тору сын и сава спросили что в ней написано всевышний сказал написано не убивай тогда сын и сава сказали нам не подходит мы не примем потому что мы охотники мы убиваем как мы будем жить мы не примем не приняли всевышний пошел горе паран а кто живет на горе паран написано у нас что там живет ишмаэль написано что поселился в пустыне паран и мать взяла ему жену из страны египетской вот ишмаэль его потомки живут на горе паран цены ишмаэля спросили а что в торе написано всевышний сказал не укради они сказали нам это не подходит потому что мы торгуем а не украдешь не проживешь мы не мы не возьмем после этого он обратился к потомкам лота мау и омону и они сказали что в торе написано всевышний говорит написано не прелюбодействуй тогда потомки лота мавитяне и маунитяне сказали нам это не подходит потому что мы сами произошли такой связи отца своими дочерьми но это помним когда лот остался в пещере и его дочери поняли что всевышний всю землю уничтожил нет мужчины который может зайти по обычаю всей земли к ним чтобы родились дети они подумали так решили напоить своего отца вином они так и сделали и родилось два сына старшая родила назвала своего сына мау а младшая второе назвала бенны нет мау а того амон амон назвал вот так вот и вот получились два народа и все она не подходит всевышний пришел к нам и говорит вы примите тору мы естественно окрыленные те что всевышний нас спас и сделал для нас невероятные чудеса и все это мы видели казнь египетская и казнь на море и море расходится раскупается из воды стоят стеной и выходим в пустыню и у нас тут перепела верилетают мант с неба идет то есть в пустыне прекрасная погода невероятные чудеса те которые совершил всевышний выговорить сразу сказали на сэванишма выполним и будем слушать есть такая шутка всевышний говорит сынам израиля вы примите тору но мы спросили сколько стоит всевышний сказал ничего не стоит мы сказали то две поэтому нас две сражали заветы такая шутка так написано что явился всевышний среди десятков тысяч святых это ангелы которые нам вручили тору не тору а кроны торы вручили нам когда всевышний лица на горе синай у горы синай и вот это об этом говорится здесь написано что всевышний любит святых своих написано учение заповедал на маше наследие общине якова и стал он в ешуруне царем когда собирались главы народа вместе колено израиля из-за этого следует ешурун это еврейский народ из этого следует что первым нашим царем тора называет маше рабын у нас царь естественно есть вопросы к этому потому что тора пишет в главе ваишла что это цари которые царствовали в перед воцарянием царя у сына в израиле и написано и царствовал это и бела сын биора а имя города дин гава и умер бела воцаре саял сын брата из босра и так далее и восьмым царем был гадар и написано что имя жены у микет и ведь дочь мей загав тоже золото там было но это восьмой царь получается что после этого человека гадара должен был стать царем маше но рабе оврагам и бене с рабославной памятью он пишет трудно нам понять такую хронологию потому что нам известно что белян сороком году пытается проклясть еврейский народ кстати на той горе где маше умирает последствий и говорят что есть комментарии что белям сын биора это и есть бела сын биора первый царь и сава тогда никуда не может этот комментарий нам правильно все расставить и скорее всего надо понимать что отсчет идет от царя шауля вот так на маше здесь назван царем тоже не очень простое место но вот так не все легко в туре понять и написано и живет ревен и не умирает и посудия вот многочисленный чего он должен умереть мы знаем что когда якобы лазаря треввена он говорит что ревен первенец мой крепость моя начаток силы моей и стремительный же как вода не будешь иметь преимущества ибо ты взошел на ложе отца твоего осквернил тогда восходишь на постель мою осквернил имеется ввиду божественная присутствие щену которая прибывает у постели праведника и наши мудрецы говорят что впечатление от текста конечно что он приливодействовал с бильдой с наложницей отца своего но наши мудрецы говорят не правитель так считает потому что сразу после этих слов написано что ревен первенец якова если бы он поступил именно так чтобы он переспал с бильдой то его уже первенца никто бы не считал но наши мудрецы говорят он вмешался в отношения между отцом и его женами отец сам решает какой жене ему ходить это было после смерти рахели и ревен посчитал что он обязан был ходить к его матери вот так и он поэтому не дал отцу зайти к бильге или он лег на пороге или он смял постель то сделки действия которые действительно сравниваются к тому что он заслужил смерть но машет говорит живет и не умирает пусть люди будут многочисленные вот так такое благословение он дает все было временно хорошо а это бегу где сказал услышь бог бог голос и гуды к народу его приведи его сил его хватит ему а ты будь ему помощью против врагов его мы знаем что и гуда это царь мы знаем из благословения якова что и гуда ведь скипетр что он царствовать будет и маша просит что всевышний ему помогал и действительно так и получилось что потомки и гуды это царская династия начинается она от царя давида давид произошел из рода перец а то есть и гуды родились два сына перец озерах и перец а произошел полголешин царь давид как это было перец родил рама арам родил аминадава аминадава родил наш шона наш шон родил салмана салмана давид ловит аведа авед родил и шая и шай родил давида и вот так царский род произошел от перец это колено и гуды и до прихода машейка так будет работать а леви сказал он тумимую рим твои благочестивую мужу твоему которого ты испытал в массе который укорял ты приводах распри который скал об отце своем и о матери своей не видела их и братья своих не узнавал и действий не признавал ибо соблюдает не слово твою и союз твой хранят левиты получили священнослужение за свою преданность шему и написано что у риме тумим твои что это такое мы не знаем машера бейна не сообщил как это выглядит нам только известно как это работает если есть какие-то вопросы всевышнему и машера бейна не всегда будет жить и и тогда тора дает указание что и гошу будет обращаться к элязару коину первосвященнику и тот будет спрашивать решение у рим пред богом что такое у рим медраз переводит не просто как светящие как вынести приговор а витамин это привести его в исполнение то есть как бы скрепить печатью этот приговор почему же лаве пенхаз написано просто курим решение у рим пред бога и этот вопрос не первый день меня интересует я спрашивал многих людей ответа как такового нет но мы знаем что наши мудрецы говорят они говорят когда всевышний говорил маша что он уничтожит еврейский народ что ел маша он с такой силой молился он так просил за народ что всевышний всегда ему уступал и говорит все я отменяю или ты будешь умиротворен когда всевышний сказал маша что вот ангел мой пойдет перед тобой вы обязаны его слушаться он не просит ваших ошибок уже это полный автомат вы будете поступать хорошо получше награду будете поступать нехорошо он будет наказывать то есть тогда нам всем конец маша говорит чем же проявится твоя милость к нам если ты сами не поешь если вышли сказал я сам пойду с вами я знаю тебя с тех пор где дали имя то есть маша выпросил прощение и все хорошо дальше но когда мы видим книги его что ангел разговаривать с его что то то что сказал ангел его же полностью подчиняется он не перечит ничего все сказал выполняю то есть если бы действительно получил бы приговор еврейский народ всевышний скрепил его печатью витамин то тогда тогда мы уже не смогли выбросить прощение его что не было дал такой силой молитвы такой святостью как маша а дальше взял и витамин убрал чтобы его что также мог выбросить прощение для народа и так и было его что тоже начал свой народ и все было хорошо то есть вышли опускается к тому человек к любому человеку чтобы у него была возможность выпросить прощение для народа вот так вот так леви ну написано что и он не узнавал своих детей и не признавал и братья своих не признавал это когда был золотой телес то никого левиты не жалели хотя есть уникальный комментарий к этому написано что написано что левиты убили только реврал присоединившихся тех и тех народов которые вышли с нами из египта а свой народ они тронули потому что они были виноваты хотя впечатление текста конечно что виноваты именно мы были тоже вот так вот но мы не можем спорить с не комментатором у нас для этого знаний не хватит все написано что возлагает воскурение перед тобой и в сажение на жертвник твой благослови бог мощь его и делу рук его благоволи поразить чесла восстающих на него и ненавистить его да не восстанут это помощь левитам а бенемине сказал он возлюбленный богом будет жить в безопасности полагаясь на него он охраняет его весь день и между плечи его витает что то есть возлюбленный богом наши мудрецы говорят ни единой заповеди в жизни не нарушил один из четырех праведников которые не нарушили в жизни ни одной заповеди это у нас бениамин двенадцатый сын якова это у нас амрам отец маша это у нас и шай отец завида и телав сын давида он был мудрецом торы талмит хохам все это всю историю человечества было всего-то четыре человека таких вот и что значит он охраняет его весь день и между плечи его обитает храм находится в иерусалиме и это считается колено и гуды но там есть полосочка которая считается коленом бениамина и вот на этой полосочке как раз и стоит храм вот это означает что между плечи его обитает вот так а иосифе сказал он благословенно богом страна его изобилием небесной росы и влаги из бездны лежащие внизу и изобилием плодов солнца изобилие выражает луны и от вершин гор древних и изобилие холмов вечных и изобилие земли и всего что в ней и воле обитавшего пусть и ежевики от плодовая пусть вяжет на голову иосифа на теме лучшего из братья его первенец быкового великолепие его рога дикого муга рога его имя будет бодателем все народы вместе до края земли это десятки тысяч и фраима это тысячи минаше то есть о иосифе говорит самое шикарное благословение самое лучшее и также благословляет яков тоже в главе войси иосифа тоже все лучшее о нем а зву не сказал радуйся зву лун выходу своему твоему а исахар в шатрах твоих народы созовут они на гору там принесут они жертвы справедливости ибо изобилие морей питаться они будут и сокровищами скрытые пески чуть зву лун если он будучи невероятным богачом всевышний модал море у него купцы у него торговля морская у него песок на берегу моря с которой идет стекло в море добывает мы знаем рыбу и да и не добывает улитку филозон и которая получает синюю краску для того же красит кисти цицит в общем они очень богатые люди но при одном условии если исахар обитает его шатре кто такой исахар мы узнаем из последней якова лая войси я как говорит исахара сел костисты лежащий среди заград увидел он что покой хорош и страна приятно он приклонил свою спину под ношу и стал преданнейшим труженьком наш мудрец это предыщий тружек торы это люди которые с утра до ночи учат тору для того чтобы они так могли делать и должны поддерживать финансово этих людей так вот всевышний говорит зволун обязан с ними делиться и финансовое состояние они будут делить зволу нам тору которую вы учили и в этом мире и в будущем и только тогда зволон получает благословение если зволон так не поступает то и сахар не можете тору также благословение зволона тоже пропадет то есть вместе они вместе на что это похоже есть у нас тоже в лавинах книги пришит что написано что обитает ефит шатрах шема к нам же будет им рабом тоже похоже что ефит зависит от шема если он подчиняется обитает шатрах шема то к нам будет им рабом тоже похожее место в туре есть а гаде сказал благословен гад расширяющий пределы своих котлев покоится он и рвет мышцу и теме и высмотрел он начало себе ибо там участок с законодателями назначенный и придет он злобами народа и справедливость богу бога исполнит и суд его с израилем значит что касается гада это войска яков говорит рать будет ратовать на него но он возвратится по пятам то есть сколько пяток на войну пойдет столько пяток с войны вернется то есть войска непобедимы наши мудрецы говорят сколько на войну уходила все живые возвращались вот так это гад а да не сказал дан ленок выпрошит он из башана она втали сказал на 3 доволен и полным благословением бога западом и югом овладей то есть дан это судья он будет ловить преступников будет яков говорит что дан будет змеем на дороге аспидом на пути который язвит ногу коня и падает садник его назначен твою помощь надеюсь бог вот здесь тоже идет львенок выпрошит башана будет ловить преступников нафтали доволен и полным благословением бога западом югом овладей ашер искал благословен среди сынов ашер да будет он любим братьями своими и омывает в масле ногу свою значит что касается ашера у него прекрасные урожаи масло и даже когда масла нету на земле других колен у него есть всегда когда-то жители капотокии пришли страну израиля хотели купить масло но нигде не было пришел колено ашера и говорят масло пожалуйста они продали масло сколько хотели бы это еще да еще приходите еще из масла то есть такое благословение сильного ашера нафтали мы знаем что он скороход у нас вот так вот произночные вещи изящные так говорит якобы моем да так нет подобного всесильному дешевым несется по небесам он помощь тебе и величие своем и и величие своем высотах убежишься сильный вечный и над пропастью мощь вечная и прогонит он на тебя врага и скажет уничтожай будет жить израиль безопасности единственный источник якова в стране хлеба и вина а небеса его изначает росу счастлив ты израиль кто подобен тебе народ спасаемый богом щитом и помощником твоим он меч величия твоего и покорно будет я враги твои а ты высоты будешь попирать а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за поднятие души владимир бен григорий павел бен ефим самуил бен герш хая малка бот йосин мира бот аврагам розоват михаэль якоб бен нахум ури бен харитон мендель бен мендель за здоровье светлана бот клара илья гум бен броха шимон бен и цхак борин борис бен мария анна бот ривка шимон бен мира фейга бот берта бэрбан фейга полина пир бот соня сура лена бот клара жени бот ида анна бот елена евгений бен софья двойро ват миря моисей бен ева ирина бот двойро йосиф бен раиса инесса ват маэль март бен нина ира бот вера евгений бен бертон евгения бот и тафира бот ана геннани бен лена лиоган клара ольга бот светлана йосиф давид бенсара таня бот фрида идова тривах вадим бен натьяна юля бет бела мазал паразонгала ирина бот ури арон рябин рябин ури Парнаса и Брюот Владимир Бендарая Марина Батрая, Борис Денмарина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парнаса Кавана Мазал то, что мы это время не грешили Читали Тору Всем всего самого наилучшего Всем прекрасного праздника Суккот Если удастся в полупраздничные дни Хольга Майет Может сумеем уроки провести Посмотрим по ситуации Будем стараться Всем всего самого наилучшего Желаем всем крепчайшего здоровья Чтобы скорее закончилась эта страшная война Всем шалом Хак Суккот Самаях До встречи